В 1923 году в СССР была открыта первая кафедра врачебного контроля за теми, кто занимается физической культурой и спортом. Спустя десятилетия, в 60-е годы диспансеры массово появлялись по всей стране. К 70-му году их насчитывалось более 400. В Нижнем Тагиле приказом городского отдела здравоохранения врачебно-физкультурный диспансер открылся в сентябре 1959 года. Штат был всего 10 человек. Первым главным врачом диспансера была бывшая спортсменка Дягилева Серафима Аполликарповна, которая проработала 26 лет в диспансере, которая была награждена Орденом Дружбы Народа и Знаком Отличник Здравоохранения. Принимала на работу, кстати, медицинских работников, которые были в прошлом спортсмены и имели разряд по тому или иному виду спорта. На протяжении следующих лет у людей стремительно повышался интерес к физкультуре и спорту. Диспансер развивался. Вырос штат до 52 человек, из которых 8 врачей и 42 медицинских работника. Названия тоже менялись. Диспансер здоровья – центр медицинской профилактики. Цели и задачи всегда были одни. Врачебно-физкультурный диспансер существует для систематического наблюдения за здоровьем спортсменов и формирования здорового образа жизни. Его специалисты проводят углубленные медицинские осмотры, контролируют адекватность физических нагрузок и могут даже отменить их, если они противопоказаны. Интенсивные тренировки боксеров, хоккеистов, лыжников, тяжелоатлетов требуют больших физических усилий и выносливости. В отделении функциональной диагностики их обследуют на предмет патологии сердечно-сосудистой системы и сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее опасно, конечно, и случаи внезапной смерти у спортсмена бывает именно от нарушения ритма, от какой-то невыявленной патологии. К сожалению, дети сюда приходят, еще иногда бывают пропущены, недообследованы, не всегда у них имеется ультразвуковое исследование сердца и так далее. На первичном этапе задача медиков выявить именно таких детей, своевременно их направить на оперативное лечение или на более глубокое обследование. Спортсмены, которые занимаются регулярно, проходят диспансеризацию два раза в год. Их осматривают хирурги, невролог, замеряют рост и вес, исследуют кровь. Диагностикой патологии уха, горла и носа занимается оттоларинголог. Дыши только носом, вдох выдох носом. Запахи все различаешь, да? Да. На сегодняшний день в Нижнетагельском диспансере наблюдаются воспитанники 18 детско-юношеских спортивных школ города. За время его существования через эти стены прошли много именитых спортсменов. В их числе двукратный чемпион мира, нападающий национальной хоккейной лиги Александр Радулов, шестикратная паралимпийская чемпионка, биатлонистка и лыжница Михалина Лысова, бронзовые призеры Олимпиады в Пекине по гребному слалому Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов. Николай Палкин, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости ТГЛ-ТВ.